ДВОЙНИК Господи, какой кошмар, какая грязь. Здесь полно стафилококков, диплококков, василококков. Сплошные кокки. Привет, Дина. Привет, Альваро. Какой была корова, пока не умерла. Что? Ну, пока не попала в холодильник. Издеваешься? Вовсе нет. Она ведь как-то жила до магазина. А, ты про пастбище? Да. Ну, коровы много едят. Они не слишком умные. Ещё они делают так. А с чего вдруг такой интерес к коровам? Завтра мы едем на ферму. Вот и узнаешь всё про коров. От рождения и до пенсии. Но мне страшно. Почему? Я где-то читал, что дети любят додумывать. Вдруг там будет бешеный бык. Можно тебя ещё спросить? Ради бога. Животное единственное, что почти не изменилось за 400 лет. Я не про них. Думаешь, папа не забудет, что обещал поехать со мной? Это не ко мне. Пузырь говорит, отцы всегда забывают. С чего он взял? Не знаю. Говорит, так всегда бывает. Друзья, я знаю, как много вы оба потрудились, чтобы получить право представить рекламу галстуков Сильвии и Гучини. Но есть проблема. Вас двое, а реклама одна. Как ты догадался? Кто-то подсказал? Очень смешно, Томас. Я ведь ваш босс. Не тяни и говори, кто кого возненавидит. Как скажешь. Победил проект Томаса. Я знала. Я так и знала. Палома, не переживай. Это как в спорте. Лучше поздравь соперника. Давай. Надо же, ладно. Томас. Палома? Ну ты даёшь. Я сказал, как в спорте. А это что? Или каратэ не спорт? Палома, Палома. Ты в порядке, Томас? Скажу, когда смогу дышать. Не тяни, завтра мы должны всё прорепетировать. Не переживай, Рахиле. В худшем случае останусь здесь до утра. Ровно в девять, Томас. Привет, Эльвара. Привет, Пузырь. Не даёшь скучать своему желудку? А что? Пусть он отрабатывает свой хлеб. Друзья, я должен вам сообщить, что сегодня особый день. А завтра? Завтра у Томаса деловая встреча, да? Да, я обещал Рахиле быть в офисе, чтобы всё прошло как по маслу. Завтра автобус, экскурсия. В чём дело? Ты чего говоришь загадками? Папа, что я тебе недавно говорил? Ты хотел, чтобы твою сестру удочерили? А ещё? Не помню. Намекни. Что я говорил, коллега? Взрослых, какими их изображают в кино, не существует. Подумай, автобус, садишься, лужа, влезаешь, лужа. По дороге всю душу вытрясла. Хватит, Дина, я не понимаю. Папа, ты меня расстроил. Да почему же, сынок? Курица. Что курица? Овца, корова, поросёнок. Я пойду, а то аппетит разыгрывается. Я с тобой. Погодите, не уходите, должно быть объяснение. Хоть какое-то. Оно есть, Томас. Ты обещал сыну, что завтра поедешь с ним на экскурсию. На ферму. И правда, экскурсия. На ферму. На ферму. Совсем из головы вылетело. Теперь Альвара надуется. А потом, когда я состарюсь и спрошу, почему он не приезжает, он ответит, не приезжаю и не собираюсь. Ты ведь не поехал со мной на ферму. Не драматизируй. Ты ведь сказал, презентация послезавтра. А завтра финальная репетиция. Если я не приду, всё пропало. Почему именно ты? Кто, кроме меня, сможет представить проект? Ты уверен? Дина, что ты задумала? Ну, не знаю. Так, ерунда. Хотя, с другой стороны, чтобы помочь тебе. Ну, раз ты не позволяешь колдовать дома... Что за ерунда? Что бы ты сделала, если бы могла колдовать? Твоего двойника. Внешне похож, но не ты. Нет, 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 исключено, не нужно проблем. Тогда потом не спрашивай, почему Альвара к тебе не едет. Подожди. Ты можешь сначала показать двойника? Мне просто любопытно. Попробую. Я недавно пыталась сделать Тома Круза, а получился какой-то странный тип в костюме. Вежливый, воспитанный, но ничего общего с моим любимцем. Давай, постарайся. Копия Томаса, явись перед ним. Привет, Дина, соскучилась. А это кто? Это разве я? Он не похож. Нет, это тип, о котором я говорила. Попробуем ещё. Копия Томаса, явись перед нами. Друзья, я должен вам сообщить, сегодня особый день. Друзья, я должен вам сообщить, сегодня особый день. Друзья, я должен вам сообщить, сегодня... Есть над чем поработать, но... Не знаю, что сказать. По-моему, я симпатичный. Томас, это твоя точная копия. Сейчас я заберу его в лампу и кое-что подправлю. Время ещё есть. До завтра. Друзья, я должен вам сообщить... Дина! Уже лучше. Как смешно. Что я должен сделать, моя прелестная и очаровательная госпожа? Так-то лучше. Томас, иди сюда, сюда. Иду. Ближе. Положи правую руку мне на пояс. Я твой преданный раб. Можно немного покрепче. Правую давай сюда. Держи. А теперь расслабься и слушай. Приказывай, я повинуюсь. До чего ты надоелся своим? Приказывай. Так, и раз, и два, три. И раз, два, три. Очень хорошо. И раз, два, три. Правую руку чуть выше. Слушаюсь. Ты быстро учишься, очень быстро. Альваро, ты куда в таких очках? Я еду инкогнито. Вы меня узнали, но, надеюсь, на экскурсии никто не догадается. С чего вдруг? Всем привет! Ещё есть вопросы. Мы ещё не добрались, а у меня уже разыгрался аппетит. Альварита, перекусишь? Нет, спасибо, не хочется. Я сто раз говорил, не зови меня, Альварито. Я для тебя просто Икс. Папа, откуда этот наряд Индианы Джонса? Удивлены? Думали, я городской недотрога, а вот и нет. В юности я обожал дикую природу и приключения. По костюму не скажешь, что они отвечали взаимностью. Смейтесь, смейтесь. Я переживу, смейтесь. Только учтите, в деревьях, птицах и рыбах лучше меня не разбирается никто. И я до сих пор помню, что пели в дороге и вечером в лагере, когда собирались у костра. А как же там сейчас? Хочешь быть лихим героем, жми на газ, жми на газ! Вчера он мне нравился больше, когда не собирался ехать. Пойду замаскируюсь получше. Ева, ты тоже должна отправиться с нами. Это очень полезно, вырваться из забыденной жизни. Не могу. Слава богу, у меня дела. Какие? Министерство образования объявило конкурс. Охрана окружающей среды в 22 веке. Я записалась. Боюсь, к 22 веку среды уже не останется. Я не собираюсь ничего охранять. Просто команда-победительница отправится на Карибы. Я могу дать пару адресов. Я обывала там с Колумбом. Милейшие люди. Слегка нервничали, когда узнали, что мы пришли их завоевать, но... Ты сказала команду? Ну да, нас разобьют на команды по четыре человека. Сегодня как раз будут тянуть жребий. Замечательно. Альварита, пора! Я сказал, никаких Альварита. Зови меня Икс. Отлично, Икс. Икс, вперёд! Дыши полной грудью, сынок. Забудь на время о бетонных джунглях. Дина, а ты не забудь о нашем уговоре. Пока я отдыхаю, он от тебя не на шаг. Альварита, нас ждут приключения. Альварита, нас ждут приключения. Если его увидит Клаудия, я сгорю со стыда. Ещё бы. Наконец-то. Привет, меня зовут Томас, я рекламщик. Привет, Томас, почему так поздно? Что это с ним? Не знаю, наверное, ты ему вчера здорово двинула. Томас! Томас, ты чего? Я в виду. Томас, что ты делаешь? Алло, мам, помоги, что стоишь? Ладно, смена партнёра. Томас, я сейчас задохнусь. Потом надышишься. Я умираю. Томас, пусти баллону, с ума сошёл. Опять? Дон Рахилё. А тебе чего? Я же велел нас не прерывать. Я помню, но это срочно. То, что ты видел, это не то, что ты думаешь. Мы готовим новую рекламу. Потанцуем. А вы тут неплохо проводите время. У меня есть подружка, оператор. И вы? Сандра, милочка, что за срочность? Срочность? А, да, срочность. Звонит Сильвия Гучини. Она хочет перенести презентацию на сегодня. Только этого не хватало. И как мне быть? Пусть захватит подружку и выпивку. Но, Томас... Приказывай, госпожа. Ты чего, Томас? Он на тебя не похож. И как быть с Гучини? Томас, ты здоров? Здоров. Абсолютно здоров. Как бык и полон сил. Потанцуем, госпожа? Держи себя в руках. Это катастрофа. Абалома, просто катастрофа. Придумал. Почему бы тебе не провести презентацию? С удовольствием. Это первая здравая идея за всю твою жизнь, Рахелю. Отлично. По рукам надо всё подготовить. Чёрт. Эта дрянь перетянет одеяло на себя. Прекрати танцевать. Значит, мы в одной команде? Похоже, да. Я уже раз в шесть спрашивала. Ты говоришь, тебя зовут... Рауль. Я Лидия. Да? А ты в какой команде? Вашей. Это так здорово. Ну да. Где ты учишься? Что делаешь, когда не учишься? А когда ничего не делаешь, что делаешь? Сколько вопросов. Да, многовато. Все в сборе. Привет! А ты что здесь делаешь? Я всегда рядом со своим пупсиком. Как ты её назвал? По-моему, пупсик. Ну да. Он меня с детства так называет. Иди сюда. Погоди. Погоди. Это что, наша команда? Красавицы-чудовище? Это мы успеем обсудить. А пока отвечай, как ты ухитрился сюда попасть. У меня... Везде связи. Не забывай, я Альварес де Лоредо. Да. И Роблес де Санчикорто. И кто ещё? По-моему, ты нервничаешь. Нервничаю. Самую капельку. Мы должны всегда быть вместе. Всегда, всегда. До свадьбы тоже? Особенно до свадьбы. Иначе бы браки не разваливались. Семья эта святое. Достал со своими принципами. Если вы выиграете, то отправитесь на Карибы. А там полно искушений. И красавцев. Вроде этого типа. Рауль. Этого типа зовут Рауль. Рауль, значит. Привет, Рауль. Я Хосе Мария. По тебе не скажешь, что тебя волнует окружающая среда 22 века. Ошибаешься. У меня три спецкурса и один по биологии. Три. Целых три. Молодец. И про спортзал не забываешь. Такие мышцы учёбы не накачаешь. Занимаюсь пару часов в день для поддержания формы. Как говорит моя бабушка, в здоровом теле. Здоровый дух. Ну да. Да. Привет, Хосе Мария. У тебя чудесная прическа, совсем как у моего папы. Я Лидия. Лидия. Думаешь, мне это интересно? Сиди тихо и не высовывайся, уродина. Тимита, ты грубиян. Бог с ним. Мне всё равно, я привыкла. Я умею себя контролировать. Наверное. Молодец. Каждому своё. Значит, форму поддерживаешь. Да. Для этого я здесь. Чтобы работать вместе и чтобы ты держался на приличном расстоянии от моей невесты. Можно потише? Отвяжись, дурак! Я не буду плакать. Нет, буду. Что это с ней? Я разволновалась, мы теперь в одной команде. Кавка какой-то. Я сказал, потише. Я... Я просил не мешать, а он не хочет. Не хочет. Что ты с ним сделаешь? Что? В отбивную превратишь? Как следует наваляешь? Башку проломишь? А может, попортишь личиком и ему так сказать другу? Говори, не стесняйся. А ещё лучше, покажи! Врежь, врежь хорошенько! Внимание, внимание. В домике и дирекции найдены два родителя, среднего возраста, одетые по-спортивному. Назвались Томасом и Рамира. Просим детей забрать их перед отъездом. Заберите их. Как можно скорее. Как зовут твоего сына? Рамира. А твоего... Икс. Проходите. Почему ты позволил меня избить? Я пацифист, борюсь с насилием. И на это время не хватает. Ты держался молодцом, когда этот бугай повалил тебя на пол. Да. Я бы на твоём месте умоляла о пощаде. Да, но дело в том, что мы, Альвера с Делоредо, никогда не молим о пощаде. Хотя я хотел, но он мне ботинок в рот засунул. Устроимся поудобнее. Это ты тоже умеешь. Устраивайся поудобнее. Конечно, занятия йогой помогают сохранять энергию. Обязательно попробуй, тебе понравится. А то ты немного нервничаешь. Нет, нет. Что ты... Тебе кажется... На самом деле я не возмутим, как скала. Не люблю я эти индийские штучки. Ты начнёшь с йоги, а потом начнётся Ганди то, Ганди это. Вроде учат правильно дышать. Не успеешь обвинуться ты в секте. Ерунда. Я схожу на кухню, что-нибудь приготовлю. Я с тобой. Хотите, напеку блинов? Ты полон сюрпризов. Ты готовить умеешь? Конечно. Ева, какая что глупая. Между занятиями пацифизмом, спортзалом, спецкурсами и йогой он ухитряется выкроить пару минут и приготовить что-нибудь вкусное. Да я обожаю возиться по дому. Да. Могу постирать, погладить. Я считаю, что мужчина не должен уклоняться от домашних обязанностей. Ну да, да. Заруби на носу, Чимита. Полечить тебе глаз? Нет. Спасибо. Присядь, отдохни. А я принесу что-нибудь выпить. Давай, отправляйся на кухню, лови каждое слово. Вдруг мистер совершенство поделится рецептом. Хосе-Мария, я хотела сказать, тебе очень идёт этот цвет под глазом. Зачем я вообще в это ввязался? Надо что-то делать, надо что-то делать. Что же делать? С ума сошла. Она перепачкает бумаги. Исчезни, дура. Привет, добрый вечер. Я Сильвия Гучини. У меня встреча с сеньором Рахелио. Не знаю, не торопите, я думаю. Моё время на вес золота. Не хотите кое с кем познакомиться? Простите. Скажите, что я вас прислала, он покажет город и окрестности. Что вы делаете пальцем? Лучше повернитесь, так удобнее путешествовать. Дон Рахелио, Сильвия Гучини пришла и… Отлично, пригласи. Сос, она идёт, я отключаюсь. Странно, никого, а где секретарша? Куда катится мир? Боже, в этой стране работают только из-под палки. Пусть пеняет на себя. Томас? Меня зовут Томас, я рекламщик. Внимание! Рамира, за вами пришёл ваш сын. Рамира, увидишь парнишку в очках с большим носом и усами. Скажи, что я здесь. Не переживай, я однажды просидел на контроле в парке аттракционов 6 часов. Рано или поздно они спохватятся, что нас потеряли. Пока. Если б здесь была мама… Я не понимаю, как можно так распустить сотрудников? Секретарши творят, что хотят. Это не моё дело, но Сандры нет на месте. На баррикады, на баррикады! Прекрати и слезь оттуда сейчас же, Томас! И не смей петь, меня это нервирует. Вот, адрес ресторана. Рестораны – места, где подают еду. Да? Да-да-да. Что? Ты решил выучить толковый словарь? Так вот, сынок, это адрес ресторана, где мы сегодня ужинаем. Ты просил этим заняться, я всё сделала. И не забывай, что я произвела тебя на свет. Меня произвела Дина, она моя госпожа. Что? Томас! Томас, Томасито, мне не до шуток! Прекрати сейчас же, Томас! Томасито! Итак, мы начнём с кадра, где всадник сидит на лошади. На нём галстук. Я должна представить? Нет. Вот эскиз. На эскизе он не движется. Почему бы вам не изобразить всадника, чтобы было понаглядней? Хорошо. Это кто? Всадник или лошадь? Всадник. А лошадь? Простите, Дуни и Сильбе, если вы позволите, я могу побыть лошадью. Прошу. Рахеллио! Давай, Палома. Сейчас. Лошадь еле плетётся. Вдруг лошадь начинает ржать, и раздаётся голос «Свобода в движении! Галстуки Гучини!» Мне не нравится слишком долго. Всего 30 секунд. И лошадь еле плетётся. Давайте ещё раз слезь, Палома. Я сначала отдышусь. У него должно быть уязвимое место. Таких идеальных людей просто не бывает. Он наверняка сторонник Гринпис, а значит, его задерживала полиция. Ганс? Ганс! Что вы здесь делаете? Заходите. Ева сказала, что дома никого нет, а тут вы. Я сейчас придумываю оправдание. Не нужно, не нужно. Какая, в конце концов, разница? Если тебя такой вариант устроит меня, тем более. А что у тебя с глазом? Один тип промахнулся. Если он оказался бы поумней и понял бы мои тонкие намёки, синяком бы сейчас хвастался мистер совершенства. Он на кухне. Кто говоришь на кухне? Ну, там Ева, Лидия и... Внимание, сейчас будет самое интересное. Образец для подражания. По-другому его не назовёшь. Убью, 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 сволочь! Ганс, у вас никогда не возникало непреодолимого желания кого-нибудь убить с первого взгляда. Парень, это похоже на приступ ревности. Так и есть. И что? Даже католическая церковь признаёт широкое распространение данного явления в разделе «Брак и грех неразделимы». Послушай моего совета. Отнесись к этому с чувством юмора. У тебя ведь есть чувство юмора? Да, я про него слышал. Это когда издаёшь странные звуки вроде... Брось, Тиганс. Не знаю, что с ним, но это ужасно, бедный мальчик. Надо вмешаться. Пусть с тобой всегда будет смех. Пусть с тобой всегда будет смех. Надо запатентовать слоган. Классно звучит. Удачи, парень. Слезай, Палома. Извините, сеньора Сильвия, достаточно. А Томас? Простите, что? Томас, я выбрала ваше агентство, потому что слышала о нём самые лестные отзывы. Его ведь зовут Томас? Томас, да. Томас, он у нас работает, но... Что? Он не имеет отношения к этому проекту. А я настаиваю, чтобы имел. Или ухожу. Нет, 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 подождите. Сейчас я велю секретарше его разыскать. Надо сменить лак. Он не только плохо сохнет, так ещё и смазывается. Да, Дон Рахелео. Сандра, будь добра, разыщи Томаса, пусть он придёт как можно скорее. Только смотри осторожнее, он сегодня странный. Да, медвежонок. Сандра. Он сейчас придёт. Очень хорошо. Тогда я остаюсь. Отлично. Извините за любопытство. Как вы насчёт румбы? Дон Томас. Меня зовут Томас, я рекламщик. Иногда мне кажется, что ты так и не повзрослел. Сколько можно повторять? Я не люблю, когда ты кривляешься. Дон Томас, вас срочно вызывает Дон Рахелео. Я пойду перекушу. А ты трудись до конца рабочего дня ещё далеко. Я с тобой. Со мной? Нет, исполняй свои обязанности. Я что, зря дала тебе два высших образования? Пока. Друзья, я должен вам сообщить. Друзья, я должен вам сообщить. Я всегда относился к планете Земля как к огромному живому существу. Точнее, как к матери. Мать Земля. Чимита, хватит изображать гиену. А по-моему, очень мило. У тебя отличные зубы, Хосе Мария. Видите, какие отличные зубы? А по-моему, у него проблема. Впервые я не могу не согласиться с этим кретином. Что со мной? Почему я смотрю на себя отсюда? Не обращайте внимания, он просто издевается. Пульс почти нет. Сделайте что-нибудь! Видите, что этот тип опять прав! Чимита, у него всегда слабый пульс. Мне ли не знать? Чего ты в него вцепилась? Просто так. Не хочу, чтобы ему было одиноко. Чимита, тебе нехорошо? Я умираю! Господи! Ты что, не видишь? Осторожно, его надо положить вот так. Я думаю, лучше вызвать скорую. Хоть одна здравая мысль. Хосе Мария! Я подгоню машину и поедем в больницу. Ты со мной? На твоей? Да, скорее. Нет, нет, не вздумайте, нет! А я побуду с Хосе Марией, пока вы не вернётесь. Да. Не бросай меня, Ева! Не переживай, Чема поправится. Кто? Чема? Кто же ещё? Я твой пупсик! А, да, Чема. Ева! Ты никуда не пойдёшь с этим типом! Ева, слышишь? Ева, стой! Да что же это такое? Не переживай, Хосе Мария, если ты не поправишься, я буду за тобой ухаживать. Причёсывать, купать, кормить. Нет! Оставь моё тело в покое! Сделай что-нибудь! Надо бы перевернуть. Нет! Нет! Так будет удобней. Синьёра Гучини, лучше расслабьтесь, пусть Томас ведёт. Как вчера, моя госпожа. Как мне это нравится. Как вчера, моя госпожа. Томас! Томас, ты что делаешь? Оставь синьёру Гучини в покое, если нужно, танцуй с паломой. Вы позволите? Да. Ладно. Эй, если уж показывать, то со мной, в конце концов, это мои деньги. Смена партнёра. Да, сеньор. Тридцать секунд! Тридцать секунд! Мне нравится. Да, да, замечательно. А я сейчас позову секретаршу, у неё уже готов контракт. Сандра, будь добра, контракт с синьёрой Гучини. Опять обошёл. Удачи, Томас. Привет. Привет, Икс. Я уже не Икс. Видишь, я без маскировки. Привет, Томас и Альвара, как съездили? Отлично, только устал. А ты чего молчишь? Как бы, сказал Альвара, я там закрешился с неким Рамира. Замечательно. А как на работе? Были кое-какие проблемы. Дина, только не говори, что меня завтра вызовут на ковёр. Зачем? Всё прошло отлично, контракт подписан. Как это? Сильвия Гучини решила не ждать. Она перенесла встречу, но я оказалась на чеку. Дина, ради всего святого, что ты сделала с Гучини? Не переживай, Сильвия Гучини неплохо развлеклась. А завтра она будет помнить только то, что подписала контракт. Дина, ты меня доконаешь. Что натворил мой двойник? Что бы ни говорили завтра в офисе, не верь. Мало ли кому что привиделось. Магия коварна. Именно потому, что я знаю, какая она коварна, я спрашиваю ещё раз, что натворил мой двойник? Ничего такого, что бы не мог натворить ты. Что со мной? Спокойно, Хосе Мария. Рауль спас тебе жизнь. Невыносимый тип. Ещё и людей спасает. Он настоял, чтобы тебя отвезли в больницу. Да. А Ева? Пошла с ним поужинать в знак признательности. Но я с тобой. Как-как-как? Мой пупсик с ним? Тише. Врач сказал, тебе нужен покой. Можно взять кое-что на память? Лидия, если ты думаешь, что я отдам тебе руку, в которой едва течёт кровь, извини, я с ней родился, и она мне дорога. Я не про это. Я про аппендикс. Святая дева. Он прелесть. Ты держался молодцом, когда этот бугай повалил тебя на пол. Я бы умоляла о пощаде. Ева, ты жива? Ева! Ева! Друзья, я знаю, как много вы оба потрудились, чтобы получить право представлять рекламу галстуков сеньоры... Гучини. Да. Это твоя точная копия. Я заберу его в лампу и кое-что подправлю. Друзья, я знаю, как много вы оба потрудились, чтобы получить право представить завтра... Это ж послезавтра. Опять сначала? До начала.